Эксперимент Мы их будем делать Значит, как я хочу это организовать? Я хочу, чтобы несколько человек ну вот, кто сидит на первом ряду мне помогали Вы сами не будете делать работу Вы будете помогать остальным ее сделать Понимаете? То есть вы будете как учитель для них На каждые там четыре человека один учитель Сначала мы сядем с вами я вас соберу и мы покажу вам, как делать А вы потом покажете им Иначе мы не успеем Там большой класс 50 мест и мы просто не успеем Первая работа Первая работа лабораторная называется усилитель мощности схема с общим эмиттером 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 Значит, что там нужно будет делать? Ну, как он работает мы будем изучать позже на следующей неделе Да? Но работу нам надо делать уже сейчас Мы пока не знаем Мы не знаем как он работает Мы эмиттерный усилитель еще не изучали Не изучали Но мы делаем Мы делаем лабораторную работу Измерить параметры рабочей точки Измерить параметры рабочей точки Цель работы Измерить параметры рабочей точки Рабочая точка это вольт амперная характеристика Вот это напряжение база эмиттер или база коллектор это сон коллектора Я попробую вам достать Вот она эта схема в теории Тут нигде Вот схема с общим эмиттером А рабочая точка это знаете что такое Наверное нет Это вот вольт амперная характеристика и рабочая точка Речь вот об этой точке Вот это кривая нагрузки о чем Можно Можно база эмиттер Можно считать у коллектора вот так То есть это напряжение на входе это напряжение на выходе Вход выбран Если выбрать рабочую точку неправильно вот здесь или здесь то будет вот так на входе напряжение напряжение синус а на выходе оно будет обрезаться То есть место синуса будет вот такое А здесь наоборот место синуса будет вот такое А здесь будет все окей Понимаете? То есть речь об этом это рабочая точка на характеристике ход выход Вход выход Вот схема усилителя с общим эмиттером Здесь вход это база эмиттер база эмиттер напряжение Вот оно напряжение Оно синус синус А выход здесь напряжение коллектор эмиттер Вот это коллектор называется это эмиттер Мы немножко да вперед идем Мы идем вперед Мы это не изучали То есть это на самом деле вот что Это два ПМ перехода Два ПМ перехода Вот это М П М например И это называется база П база эмиттер А это называется коллектор Коллектор База эмиттер коллектор ПМ То есть транзистор это два ПМ перехода Первый ПМ переход и второй ПМ переход Причем в схеме с общим эмиттером Смотрите как они включены на самом деле здесь вот подали база эмиттер подали переменное напряжение но он смещен видите здесь плюс подключен здесь минус то есть база эмиттер смещен в прямом направлении база эмиттер смещен в прямом направлении здесь получилась база это земля вот она земля а дальше здесь подключили источник питания так но сюда еще включили переменное напряжение вот это вход напряжение входа равно напряжение база эмиттер это прямое смещение видите прямое смещение да плюс минус называют смещение по-английски база а это сигнал здесь коллектор на коллекторе тоже плюс а на эмиттере относительно коллектора видите тут неправильно тут база наверху база смещена прямо вновь вот так м м вот прямое смещение электроны здесь минус прямое смещение прямое смещение прямое смещение перехода теперь коллектор коллектор вот этот коллектор наверху c коллектор это эмиттер внизу вот оно схема коллектор эмиттер база вот коллектор эмиттер база смещение и коллектор включен, видите, тут плюс, тут земля, значит коллектор включен положительно, тут как включено, вот тут так, тут так, и здесь выходной сигнал, выходной сигнал, но это нагрузка, ну примерно вот таким образом, выход, вот он, выход, у выхода, сюда подключено сопротивление нагрузки, это нагрузка, нагрузка, вот она схема, вот эта схема из учебника, да, то есть здесь прямое смещение, а здесь обратное смещение, смещение, то есть это обратное включение ПН-перехода, вот он, ПН, да, ПН-переход, обратное, а вот этот ПН-переход, это прямое включение ПН-перехода, а почему вместо включения тут написано смещение? Ну потому что это вот этот переменный сигнал, его взяли и сместили в минус, вот туда, в минус, да, то есть был тут ноль, да нет, а его взяли, сместили в минус, вот так, сме-стить, сместить сигнал, отсюда слово смещение, Почему это слово появилось? Потому что усилитель, он усиливает переменный сигнал, синус, и включение источника постоянного напряжения, так, дает смещение, для вот этого ПН-перехода, это прямое смещение, потому что тут электроны, М, электроны, и здесь минус, да, вот он, минус, минус, то есть сигнал переменный, но и здесь, и здесь отрицательное напряжение, тут-то плюс, тут минус, а здесь везде минус, просто здесь больше минус, тут-то там же, это минус, там, один вольт, например, а это минус, там, 16 вольт, но оба отрицательные, а здесь наоборот, здесь смещение обратное, но раз здесь, тоже М, основные носители, электроны, а здесь плюс, и значит, этот выходной сигнал, он будет смещен вот таким образом, относительно нуля, чтобы не было этого смещения, ставят конденсатор, С, С, вот это, это не то, и это не то, ну ладно, вот его ставят, вот это С2, С2, вот это схема лабораторного стенда, это электрическая схема лабораторного стенда, лабораторий клэнт, или лабораторий сетап, это электрическая схема, Т, 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 это транзистор, схема называется с общим эмиттером, почему, потому что, ну здесь это не видно, ладно, здесь видите, что видно, что эмиттер подключен к земле, то есть общий, common, это эмиттер, итак, здесь вот эта база, вот эта точка, эта база, сейчас я все-таки найду, вот она, вот эта база, base, вот это, эмиттер, эмиттер, вот это коллектор, коллектор, эмиттер от слова, излучать и спускать, то есть входной сигнал, вот он где, вот, вход, между базой и эмиттером, выходной сигнал, между коллектором и базой, извините, между коллектором и эмиттером, коллектор-эмиттер, база-эмиттер, общий эмиттер получился, он общий, common for input and for out, it's common for input and for out, that's why it's called as a common emitter, общий эмиттер. Лаборатория имеет вот такую схему, вот эта цепь, вот эта цепь, это цепь эмиттера, это настройка рабочей точки, то есть, по сути дела, это переменный источник, он становится переменной, на самом деле, эта схема больше с общей базой, да, похоже, но она будет работать, так же, как с общим эмиттером, потому что, здесь, смысл тоже, что вот этот переход, влечен, прямо этот обратно, мы с вами это еще не изучали, мы будем это изучать на следующей неделе, но делать мы должны сегодня. К выходу подключается сопротивление нагрузки, вам понадобятся формулы для расчетов, вот это формулы для расчетов, значит, после занятия ко мне просто подойдите, ну вот, кто вот вы на первой придавке, я вам отдам вот эту презентацию, она вам пригодится для лабораторной работы, но у вас есть тетради для лабораторной работы, книжки, ноут, 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 и там эти формулы есть, смотрите, вот эта формула, это формула делителя напряжения, делитель напряжения, это как раз вот, R, R, B, 2, and R, B, 1, R, B, 2, R, B, 1, R, B, 2, R, B, 1, это V, C, вот это, V, C, напряжение питания, дальше идет, да, дальше идет, и внизу, вот так, и вот эта точка подключена к базе, и тут у нас R, F, R, E, в общем, давайте обозначим это один резисток просто, R, E, земля, земля, значит эти точки соединены, а здесь R, B, 1, R, B, 2, R, B, 1, вопрос, чему равно вот это напряжение? Или лучше даже так вопрос потом, чему равно вот это напряжение, вот между этой и этой точкой? Напряжение базы, вот оно, напряжение базы, чему оно равно? Напряжение базы равно, да, V, C, C, дальше, R, B, 1, не минус, поделить на R, B, 1, плюс R, B, 2, так ведь? Это называется делитель напряжения, почему? Он делит, видите? То есть, если это равно 10 Ом, и вот это равно 10 Ом, а здесь 12 В, то есть здесь будет 6 В, да? Ну, потому что 10 поделить на 20, это одна вторая, V, C, то есть будет 6 В. Но у нас в схеме это переменное напряжение, видите, он variable, вот он меняется, значит, мы можем менять вот это сопротивление, и мы можем менять вот это напряжение базы, то есть оно меняется, это и есть управление рабочей точкой, это и есть выбор, выбор рабочей, выбор рабочей точки, выбор рабочей точки, выбор рабочей точки, да, точка, point, point, operation point in English, следующая формула, вычисление тока эмиттера, смотрите, следующее, расчет тока эмиттера, расчет тока эмиттера, ну, это просто, смотрите, вот это напряжение базы, да, вот это, напряжение базы, мы его только что-то посчитали, вот мы вот это вычислили, напряжение базы, есть? вот оно здесь, это вот это напряжение, вот это напряжение, вот между этой и этой точкой, это напряжение база эмиттер, вот оно, да, база эмиттер, напряжение называется, напряжение между базой, и эмиттером, отсюда, чему равно вот это напряжение, вот это, это называется напряжение эмиттера, это напряжение эмиттера, вот в этой точке, да, есть напряжение между этой точкой и землей, вот оно, здесь, это напряжение эмиттера, оно равно, а, так вы не понимаете, да? эквивалентная схема, итак, у нас есть, напряжение базы, здесь напряжение эмиттера, напряжение между этой и этой точкой, это напряжение базы, напряжение здесь потенциал относительно земли, вот оно, напряжение базы, вот это напряжение, вот здесь, вот здесь, это напряжение на эмиттере, то есть вот здесь относительно земли, а напряжение базы относительно эмиттера, вот это, называется напряжение база эмиттера, теперь, как это рассматривать, как это рассматривать, получается, напряжение базы, дальше идет, сопротивление база эмиттер, и напряжение на эмиттере, это земля, получили контур, да, контур, то есть как раз здесь положительная полуволна, ток идет сюда, так, здесь падение напряжения, voltage drop, это будет как раз напряжение базы эмиттера, это будет как раз напряжение базы эмиттера, равно ток умножить на RbE, сопротивление базы, ну, сопротивление между базой и эмиттером, на самом деле, альтернетинг, да, Карл, то есть меняется, ну, мы рассматриваем для X, с момента времени, 1, там, T равно T1, и, например, у базы больше нуля, положительная полуволна, пусть, например, в этой точке, ну, тогда ток в одну сторону идет, и что отсюда следует, что из контура же видно, да, что напряжение эмиттера равно напряжение базы, минус напряжение базы эмиттера, минус, да, понятно, вот, а теперь у нас здесь есть сопротивление эмиттера, вот здесь в схеме, сопротивление эмиттера, вот оно, сопротивление эмиттера, вот поставили сюда сопротивление эмиттера если мы знаем напряжение эмиттера то разделив его на сопротивление эмиттера мы получим ток эмиттера вот он и написан ИД ток эмиттера равен на сопротивление эмиттера это простейшие законы закон Ома закон Ома закон Киргофа второй закон Киргофа second Киргофслава он называется Киргофслава называется Киргофслава второй закон Киргоффа Второй закон, Киргхов. Закон ОМО, простейшие законы. То есть это вторая расчетная формула. Теперь напряжение коллектор-эмиттер. Напряжение коллектор-эмиттер. Это напряжение вот здесь. Между вот этой и вот этой точкой. Вот напряжение, да, вот это. Напряжение коллектор-эмиттер. Напряжение коллектор-эмиттер. Это напряжение между вот этой и вот этой точкой. И называется напряжение коллектор-эмиттер. То есть это коллектор, это эмиттер. Между ними УКЭ. По-английски УСИИ. То есть по-английски, да, по-английски. Эмиттер, это будет эмиттер. База, это будет Би. База это Би. А коллектор, это будет Си. 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 Инглис, да? Да. Инглис. Here we have English. English letter. Напряжение коллектор-эмиттер. Написано ВСС. А это вот это напряжение. ВСС. Вот оно. То есть вот здесь мы имеем напряжение ВСС. Напряжение питания схемы. Дальше. Вот это напряжение РС. РС это сопротивление в цепи коллектора. Это резистор. Вот который здесь стоит. Ну и написано ВСС минус. Минус. И коллектора на... Ток коллектора это вот этот ток в этой схеме. Вот он. Ток коллектора. Ток в цепи коллектора. Но если мы возьмем ВСС минус И коллектора на Эр коллектора, это что будет? Это будет напряжение вот в этой точке. Это будет напряжение на коллекторе относительно Земли. Да? То есть вот. Это первая половина. И из нее вычтем еще ток коллектора на сопротивление эмиттера. А что такое ток коллектора на сопротивление эмиттера? Дело в том, что вот в этой цепи ток практически один. Это ток коллектора. Здесь тоже ток коллектора. Почему? Потому что ток базы очень мал. Ток базы очень мал. Ток базы много меньше тока коллектора. Поэтому можем говорить, что ток эмиттера, вот этот ток, примерно равен току коллектора. Тогда получается, что у нас здесь течет один ток. То есть здесь течет ток коллектора и здесь течет ток коллектора через этот резистор. Поэтому если мы возьмем ток коллектора умножить на R эмиттера, это будет ничто иное, как вот это напряжение. Это будет у эмиттера. А вот это выражение, вот это, это что такое? DCC минус E коллектора на R коллектора. Это будет вот это напряжение коллектора. И если мы теперь вычтем Q коллектора минус Q эмиттера, мы получим напряжение вот здесь, между коллектором и эмиттером. Это будет напряжение коллектор-эмиттер, это будет равно DCC минус E коллектора R коллектора и минус E коллектора R эмиттера. Равно. Здесь коллектора, здесь коллектора. выносим за скобки будет DCC минус E коллектора R коллектора плюс R эмиттера. Что здесь и написано? Видите? Вот эта формула. Вот она. Бета. Мы пока не знаем, но нам надо для лабораторной работы. Бета это параметр. Коэффициент усиления по току. Коэффициент усиления по току равен отношению тока коллектора к току эмиттера. То есть формула. Бета равно ток коллектора... Ой, извините. Отношение тока коллектора к току базы. Отношение тока коллектора к току базы. Равен ток коллектора поделить на ток базы. Ну, я вам писал, что ток базы очень мал. Ток базы много меньше тока коллектора. Отсюда значит, что бета большой. У нас он будет равен 60, по-моему, да? 60, да? Вот, смотрите, вот он. Бета равен 60. Это в схеме. То есть ток коллектора в 60 раз больше тока базы. Ток коллектора равен 60 умножить на ток базы. В 60 раз больше. Это схема. Вот параметры. Схема. Что вам нужно будет сделать? Первая часть работы. Настройка рабочей точки. Настройка рабочей точки. То есть это Operation Point Adjustment. Operation Point Adjustment. In English. Настройка рабочей точки. Первое. Подайте напряжение 12 вольт со встроенного блока питания. Так. У меня... Сейчас я просто смотрю. Куда-то делись. Ну ладно. Подайте напряжение 12 вольт. Как это выглядит? Вы были в той лаборатории? Аналог электроника. Были там? Были. Были, нет? Сейчас я попробую. Сейчас я попробую. Дальше. Меняя сопротивление подстроечного резистора. Подстроечный это Adjustment Resistor. Это вот этот резистор. Вот этот резистор. Его надо менять. Крутить. Turn. To change. Collect voltage. Изменяйте, изменяйте, изменяйте и меряйте напряжение эмиттера. Нужно крутить резистор до тех пор, пока напряжение эмиттера не будет 2 вольта. То есть вы крутите вот этот резистор. Это VCC. У вас меняется напряжение базы. Меняется. И значит будет меняться и напряжение эмиттера. И надо здесь. Тут где-то 2 вольта. Тут 2,7. И вам надо крутить вот этот резистор до тех пор, пока здесь не станет 2 вольта. Вот здесь. Тогда здесь будет где-то 2,7. 2 вольта вот здесь. To wall. Измерьте напряжение базы и напряжение коллектора. Ну вот, я делал. Видите, у меня получилось. Здесь я установил. Я задал. Это я. Это я установил. Вот это. I set this value. I set it manually. Yes. И я измерил. Измерил. I measure, I measure, I measure, I'm measuring base voltage and collective voltage. Здесь получилось 2,65. Вот здесь. А здесь получилось 7,5. Дальше, затем, с помощью мультиметра, мультиметра, мультиметр, да? Измерьте measure resistance, измерьте сопротивление rb2. Вот это. Я его крутил, и я не знаю, чему оно равно. Я крутил сопротивление. Я крутил сопротивление и следил за этим значением. Когда оно стало 2 вольта, я меряю вот это значение мультиметром, мультиметром, и записываю его в таблицу. У меня получилось 60 кОм. Тут может быть специально неправильно, чтобы вы не списывали. Please don't cheat. Don't cheat. И вот эти значения я вычислял. То есть, вот это измерение, а вот это calculations. It's my calculations. With the help of these equations. 1, 2, 3. Yes? 1, 2, 3. Вот я... А, да, да, 1, 2, 3. Вот, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Следующая часть. То есть, это первая половина работы. It's the first part of the laboratory. What? The second. Измерение коэффициента усиления по напряжению. Ну, здесь он называется AV. AV. То есть, измерение коэффициента усиления по напряжению. Здесь он называется AV. AV, да? AV, да. И по-русски он называется KU, вот так. KU, коэффициент U, напряжение. И равен он отношению U output, это вот это напряжение. KU input, это вот это напряжение. U input. То есть, U input, это напряжение базы. U output, это напряжение эмиттера. U input, это напряжение. Только учтите, что у вас здесь вообще-то сопротивление нагрузки. RL. По-русски это RN. То есть, это сопротивление, сопротивление нагрузки. Нагрузки. Ну, по-английски это load. Load resistance. У вас оно либо бесконечность, то есть ничего нет, либо, по-моему, 1,2 кОм. А еще 2,4 бывает, 2,4 кОм. А, нет, все. Все правильно. Либо бесконечность, либо 2,4. Куда посмотрел. Бесконечность 2,4. А, 1,2 и 2,4 это сопротивление коллектора. Вот это, RC. Сопротивление коллектора. Установите на генераторе сигналов режим синусоидального сигнала. 1 кГц. Значит, берем генератор. Вот, генератор, да? Включаем его. Switch on. Switch on. Дальше. Выбираем синус. Сайн. То есть, частоту. Ну, здесь синус уже выбран. Сайн. Вот, сайн. Потом выбираем частоту. Меняем частоту и ставим частота 1 кГц. Потом меняем напряжение и ставим напряжение 3 вольта. А, нет. 1 вольт. 1 вольт. Было 3 вольта? Нет. А, вот. Ты понял. 3 вольта, но действующее значение 3. RMS. Есть амплитуда, да? Есть действующее. RMS is root mean square. Если это max, то вот это действующее. URMS. То есть, это амплитудно поделить на корень из 2. И фотографии показаны, что... Видите, вот я меняю здесь. То есть, 3. И потом ставлю, что оно в миливольтах. То есть, миливольт, во-первых, да? И RMS. Все. О, опять, это не то. Не та фотография. Видите, 3 миливольта. Тут 300 написано. То есть, вы должны выбрать такое значение напряжения, чтобы у вас не было насыщения. No saturation. No saturation. Чтобы вот этого не было. Где? Вот здесь. У вас может не получиться 300 миливольт. Берите 100 миливольт. Берите там 3 миливольт. Дальше. Измерить входной и выходной сигнал с помощью осциллографа. With the help of oscilloscope. То есть, прямо, чтобы его видеть. Если сигналы не насыщены, это важно. If there is no any saturation, then then measure the output voltage at the following conditions. То есть, первое. Сопротивление вот это равно 1,2 килоома. Второе. 2,4 килоома. И здесь меняем. Здесь либо бесконечность, то есть, ничего нет. Это бесконечность, значит, сопротивление. Либо ставим сопротивление 2,4 килоома. Получилось, смотрите, 3 опыта. 3 опыта. И надо померить по 3, по 2 параметра. Вход-выход. Коэффициент усиления это отношение выходного напряжения к входному. Вы можете делить либо root-mean-square, то есть, мерить, наблюдать. Зачем вам осциллограф? Чтобы видеть. To show that there is no saturation. Но мерить вы можете с помощью мультиметра. Но мерить может быть с помощью мультиметра. Тогда это будет root-мин-сквер. Рут-мин-сквер. Если с помощью мультиметра это будет рут-мин-сквер. Но другой способ использования осциллоскопа. Тогда вы можете measure максимум и then divide максимум over output input. Это ваша выбор. Следующая, последняя часть. То есть работа сложная, работа большая. Последняя часть. Последняя часть. Влияние рабочей точки на форму выходного сигнала. Первое. Сделайте так, чтобы на выходе напряжение было ненасыщено. То есть чтобы оно было вот таким. как это делается. Первое. Амплитуда напряжения вот этого. multigenerator. Change the magnitude. И второе это изменение резистора. Вот этого. Rb2. Или Rb1. Вот этот. Меняйте резистор. У вас смещение рабочей точки. Зарисуйте сигнал. Вот он такой будет. Видите? насыщения нет. Нет насыщения номинальная рабочая точка. Вот он. Дальше. Увеличивайте амплитуду напряжения вот эту. Увеличивайте OS. Увеличивайте. До тех пор, пока не появится насыщение. Дальше. чуть уменьшите так, чтобы насыщение исчезло. Это как раз и будет вот этот сигнал. Вот он. Первый. То есть вы смотрите, чтобы насыщение было, да? Потом чуть уменьшаете, чтобы оно исчезло. Нет насыщения. Зачем? Чтобы получить is to get the maximum signal without saturation. And then draw it. Дальше. Наблюдайте насыщение при максимальном и минимальном смещении рабочей точки. то есть варьируйте, меняйте вот это вот этот резистор. Крутите его сначала так, чтобы получить вот этот рисунок, а потом так, чтобы получить вот это. будьте здоровы. То есть когда мы получаем вот этот рисунок, это мы подняли напряжение, когда мы опустили, мы получаем вот это. Меняя R противление рабочей точки. все. Это то, что касается сегодняшней лабораторной работы. Следующую работу мы смотреть не будем. Мы просто сегодня ее не успеем сделать. это измерение входного и выходного сопротивления. Она простая, но мы ее не успеем сделать. Следующий раз. Продолжим. на чем мы остановили. Что такое? Двух полупериодный выпрямитель. Мы рассмотрели эту схему. Вот это. Продолжение следует... 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 Усилители — это устройство для усиления сигнала. Или электронная схема. Amplifier — это схема для amplifying электрический сигнал. Бывают усилители напряжения и усилители тока. Классификация, да? Усилители напряжения и усилители тока. Усилители напряжения усиливают входное напряжение. Усилитель напряжения усиливает входное напряжение. На входе сигнал маленький, на выходе сигнал большой. Давайте нарисуем, как черный ящик, black box, мы не знаем, что внутри, но это усилитель. Усилитель напряжения, входной сигнал, выходной сигнал, входной сигнал маленький, выходной сигнал большой, маленький, маленький, большой. Усилили напряжение. То есть напряжение на выходе намного больше, чем напряжение на входе. Коэффициент усиления по напряжению – это отношение выхода к входу. Усилитель тока преобразует слабый ток. Усилитель тока, он усиливает ток. Усилитель тока служит, еще говорят по-русски, усилитель тока служит для усиления тока. Здесь ток, входной ток, а здесь выходной. Нагрузки, выходной ток, а здесь выходной ток, а здесь выходной ток больше входного тока. Вводится, используется понятие коэффициент усиления по току. Коэффициент усиления по току. Или по-другому говорят. Коэффициент усиления тока. Это выходной ток поделить на входной ток. Входной ток поделить на выходной. Выходной на входной. Существуют три основные схемы усилителей с использованием биполярного транзистора. Существуют три основные схемы с использованием биполярного транзистора. Первая. Вот она. Схема с общей базой. Схема с общей базой. Смотрите, почему база общая? Потому что, во-первых, здесь земля, ground. И, во-вторых, потенциал базы, или вывод, вывод, провод, провод. Бэйс, аутпут, он общий. Это общая база. В схеме с общей базой. Входной сигнал, входное напряжение подается между эмиттером и базой. Между эмиттером и базой. Причем, вот здесь транзистор NPN типа. NPN. Смотрите, на эмиттер подали минус, на базу плюс. Какое это смещение? Прямое или обратное? Это прямое смещение. Потому что на N подано минус, на P подано плюс. Итак, в схеме с общей базой PN-переход эмиттер-база смещен в прямом направлении. Это прямое включение PN-перехода эмиттер-база. Второй PN-переход, это PN-переход, коллектор-база. Коллектор-база. NPN, да, тоже N, но здесь к N области, к области коллектора N подключен плюс. А к области P базы подключен минус. Это обратное включение. Обратное включение PN-перехода коллектор-база. Обратное включение. Итак, в схеме с общей базой эмиттерный PN-переход, вот этот PN-переход, включен. Прямо, коллекторный PN-переход, включен обратно. Вторая схема. Схема с общим эмиттером. 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 Корректор-база выбран. здесь ошибка то есть вот здесь не так нарисована вот эта батарея надо ее перевернуть с ошибкой нарисован тут ошибка схеме это из книги кстати это ошибка в книге книги ошибки и 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 Это схема с общей базой. Первая схема с общей базой. Вторая схема с общей базой. Вторая схема с общим эмиттером. Схема с общим эмиттером. Сопротивление. Видите, здесь неправильно. Наоборот. Вот это неправильно. Вот это правильно, а вот это неправильно. Это схема с общим эмиттером. И третья схема с общим коллектором. Общий коллектор. Схема с общим коллектором. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Коллектор относительно базой смещен. Здесь правильно. Вот там правильный. Что получается здесь? Здесь ток вот такой. С теми с общей базой цепи эмиссера ток направлен сюда. А ток цепи коллектора направлен от плюса к минусу. Сонаправлены. Здесь ток направлен сюда. Это ток в схеме ток эмиттера. А ток коллектора направлен сюда. То есть здесь нет инверсии тока. Инверсии тока. А здесь инверсия тока. То есть если ток входной вот так меняется и входной ток на входе эмиттера, то ток коллектора меняется наоборот. Инверсия. Тут был плюс, тут минус. Тут минус, тут плюс. А тут нет инверсии. Значит, вот здесь ошибка, вот здесь вот ошибка, да? Вот. А здесь вот здесь ошибка, видите? Неправильно нарисована. Надо вот так вот. Схема с общей. Вот это коллектор. Это эмиттер, это база. Здесь вот эта база, это коллектор, это эмиттер. Здесь вот эта база, это коллектор, это эмиттер. Тут общая база, common base. Здесь общий эмиттер, common emitter. И здесь общий коллектор, common коллектор. Вот здесь ошибка, да? Здесь, нет, кстати, да. И здесь ошибка. Вот эти неправильно нарисованы. Что важно? Вот они, три схемы. Вот они, три схемы. Три схемы. Важно. Важный вывод. Конклюзион. ПН-переходы во всех схемах смещены одинаково. Эмиттерный ПН-переход смещен в прямом направлении. Прямое включение. Здесь прямое, да? Плюс, минус. Н, ПН. Н, минус. Прямое смещение. Здесь. Эмиттерный ПН-переход. Вот он. А, извините, ошибка. Здесь. А, нет, правильно, да? Здесь эмиттерный ПН-переход тоже смещен в прямом. Эмиттер. Н, типа, минус. Прямое смещение. Здесь. Эмиттер наверху, но тоже минус. Н, минус. Прямое смещение. Коллекторный ПН-переход. Здесь. Н, коллектор, плюс. Обратное смещение. Или обратное включение. Мы рассматривали. Здесь. Коллектор. Н, типа. Подключен плюс. Обратное смещение. И здесь. Коллектор. Вот он, внизу коллектор. Подключен плюс. Видите? Тоже обратное смещение. Инверсия тока. Здесь нет инверсии. Здесь инверсия. Здесь тоже инверсия. И входное. И эмиттера, и коллекторы. Вход. Выход. Вход. Выход. И вход. 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 схему с общим ну раз у нас лабораторная работа так, у нас 5 минут осталось, да? мы, конечно, перерыв не делали 5 минут но нас ругать будут так ну давайте посмотрим схему с общим эмиттером схема с общим эмиттером такую графику схема с общим эмиттером это та схема, которая сегодня будет на лабораторной работе вот она еще раз в схеме с общим эмиттером в схеме с общим эмиттером входной сигнал у вход или у input подается между эмиттером и базой вот эмиттер база между эмиттером и базой а выходной сигнал снимается между коллектором и эмиттером вот он, видите? коллектор и эмиттер выходной сигнал это вот здесь в схеме с общим эмиттером входной сигнал подается между эмиттером и базой а выходной сигнал снимается между коллектором и эмиттером и напоминаю, что эмиттерный ПН-переход вот он НПН ПН-переход эмиттер база или база эмиттер смещен в прямом направлении то есть к П-области базы подключен плюс батареи к Н области эмиттера подключен минус батареи коллекторный ПН-переход смещен в обратном направлении здесь ошибка ошибка в схеме ошибка вот правильная схема так заходите это мы то есть вот так надо рисовать наоборот вот это неправильно вот это неправильно вот это неправильно то есть Н области коллектора подключен плюс Н области эмиттера минус Важно что КН области коллектора плюс подключен а П-области базы тоже плюс но вот этот плюс больше чем этот видите тут один источник тут два да вот это ВСС например ВСС а это В базы так вот ВСС больше В базы значит здесь как бы два плюса а здесь один плюс вот один плюс а тут два плюса два источника и поэтому здесь обратное смещение потому что КН области коллектора два плюса а В области базы один плюс значит это больше чем это поэтому относительно базы здесь плюс а здесь минус вот если так смотреть и это обратное смещение вот этого ФМ-перехода на выходе мы наверное вот это уже рассматривать не будем да давайте-ка я вас спрошу что вы вы устали? вы устали? устали? мы устанем еще больше у нас еще две лабораторные работы сегодня какие у вас есть вопросы? везде , мы говорим 下午 у нас 5 часов 6 часов до 1 часов в 2 часов 9 часов в 3 часов